В Ижевске прошла акция «Белый цветок». Доброе начитание было реализовано по инициативе Ижевской епархии в содействии с Ассоциацией благотворителей «Белый цветок» администрации Ижевска и правительства Удмуртской республики и при поддержке фонда президентских грантов. Дни «Белого цветка» берут свое начало в Европе с конца XIX века, а в России появились по инициативе Николая II в 1911 году. Они были направлены на борьбу с эпидемией метуберкулеза. Традиция дошла до наших дней. В ноябре весь Ижевск был сосредоточен на делах милосердия. Со 2 по 22 ноября состоялась благотворительная акция «Белый цветок», организованная с целью сбора средств на помощь тяжелобольным детям. В самом начале акции школьники писали эссе на тему «Что такое милосердие?» и в рамках уроков милосердия дети из детских садов и школ мастерили белые цветы. «Те, кто пожертвует, положив какую-то сумму денег в ящичек для пожертвования, будет получать ваш цветок». Целую неделю в торговых центрах города волонтеры собирали пожертвования в обмен на поделки. Такого рода помощь незаменима. Ключевое мероприятие акции состоялось в Михайло-Архангельском кафедральном соборе после праздничной литургии в честь престольного праздника. «Два месяца мы готовили добрую акцию, акцию милосердия, акцию, которая называется «Белый цветок». После богослужения для верующих была организована благотворительная ярмарка, выступали музыканты. Все объединились в этот праздник для дел милосердия. И здесь не обошлось без помощи волонтеров. «Меня сподвигло желание как-то помочь людям, которые болеют, детям, которым нужна просто помощь». «Мне очень нравится самой волонтерить, нравится помогать людям, общаться с другими волонтерами. Мне становится на душе спокойно и радостно. Я считаю, что нужно привлекать всех, участвовать в волонтерских акциях, что людям самим будет становиться хорошо и радостно». Завершилась акция торжественным мероприятием, на котором наградили всех, благодаря кому «Белый цветок» состоялся в Ижевске. «Мы никогда не будем грешни. Мы должны сделать так, чтобы этот проект имел продолжение, но продолжение не от праздника к празднику, а круглогодичное. И поэтому я прошу, владыка, вашего благословения. И вот здесь, в Казахстане, я бы хотел, чтобы мы всерьез начали обсуждать ведение в школах уроков милосердия». По итогам акции была собрана нужная сумма и потребности всех благополучателей удовлетворены. Александра Кокшарова, Олег Лунин и Игорь Рысаев. Пресс-служба Ижевской епархии. Пресс-служба Ижевской епархии.